Елена Долганова не первый раз принимает участие в конкурсе «Воспитатель года». Рассказывает, несколько лет назад на этапе конкурса в округе заняла третье место, что стало стимулом для участия еще раз, чтобы стать победителем. И вот Елена – обладатель первого места в специальной номинации «Методист года». Сегодня, конечно, эмоции самые светлые, самые радостные. Во время конкурсных испытаний мы не только делимся своим опытом, но и, конечно же, получаем опыт своих коллег. У каждого уникальный опыт, у каждого очень интересный. Областной конкурс «Воспитатель года» – традиционное событие, которое призвано развить профессиональные и личностные качества педагогов, выявить лучших и поддержать их, объединить работников дошкольного образования вместе, чтобы они могли делиться опытом. Кушинский говорил, что если человек правильно подберет свою профессию, и вложит в нее свою душу, то счастье само отыщет тебя. Вот я абсолютно уверен, что вы счастливые люди, потому что работаете именно в образовательном учреждении. В конкурсе приняли участие 33 воспитателя из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 24 городских и 9 сельских образовательных организаций Самарской области. Чувство радости, гордости за себя, за свой коллектив. Мне кажется, секрет только один – это любовь к своей профессии, которую и нужно продемонстрировать на конкурсе. Нам важно менять свои подходы и методики для того, чтобы детям было интересно, и чтобы они гармонично развивались в современном мире. Конкурс проходил в три этапа. Конкурсанты должны были продемонстрировать опыт работы с воспитанниками, умение работать со взрослой аудиторией и с родителями. Жюри оценивали то, как воспитатели относятся к каждому ребенку, как создают благоприятные психолого-педагогические условия и какие современные образовательные технологии они используют. В каждом этапе были конкурсные мероприятия, которые ориентированы на все эти три составляющие субъектов образовательной деятельности. Поскольку в детском саду все три составляющие важны. Педагоги работают с детьми, выстраивают взаимодействие с родителями и со своими коллегами. Победитель областного конкурса «Воспитатель года» будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе, который пройдет в Подмосковье в сентябре. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События.